Если вы до сих пор думаете, что креативные фото это нечто сложное и нужно сильно заморачиваться, то отчасти вы правы. Но я здесь для того, чтобы показать вам несколько крутых идей для снимков, на которые у вас уйдут буквально минуты вашего времени. Вам не придется арендовать студию, либо брать в прокат мотоцикл. Большинство идей вы сможете реализовать буквально в четырех стенах. В общем, не будем медлить, лайк, подписка, мы начинаем. Первое, на что я бы хотел обратить ваше внимание, так это на детали в динамике. Динамичные детали, если хотите. Что это значит? Это когда мы снимаем детали в динамике. Ладно, шутки в сторону. Поставьте модель с кухонным ножом, к примеру, заранее разрезав лимон, либо апельсин, либо яблоко, да что угодно на две половины. И в моменте съемки бросьте две половины этого овоща, либо фрукта друг к другу, к ножу. Я думаю, никто не будет спорить, что впечатление складывается неплохое. Детали в движении. И должен отметить, динамичные снимки всегда выглядят выигрышно. Ибо всегда есть за что зацепиться глазу. Еще из референсов мне пригляделась идея на Пинтересте. И к моему сожалению, у меня нет душевой кабины, чтоб ее повторить. Но выглядит все весьма интересно, потому расскажу. Ставим модель за стеклянную перегородку этой самой душевой кабины. Мочим стекло пульверизатором и в районе глаз модели пускаем буквально одну каплю. Так, чтобы казалось, будто бы эта слеза стекает. И несмотря на то, что модель с должной светосилой в объективе будет размыта, сюжет фотографии таки присутствовать будет. И да, если вы, как и я, не счастливый обладатель душевой, ну не судьба. Но есть идеи и поинтереснее. Потому двигаем дальше. Давайте сделаем перерыв от портретной съемки. Поговорим про предметную съемку. Если вам нужно сфотографировать некоторый предмет, например, товар для онлайн-магазина, либо вы просто практикуетесь в предметной съемке, обратите внимание на монитор, либо же телевизор. Ведь это лучший заменитель фона. Серьезно. Как бы кто ни шутил, но зачастую, включив тот или иной футаж, можно с легкостью заменить фон и достичь весьма неплохих результатов. Тут уж все тоже зависит от вашей фантазии. И на мой взгляд, если обычные предметы, не прозрачные, не стеклянные, можно обтравить и подменить фон без проблем, то вот как раз-таки, если вы поставите стакан, либо какую-нибудь бутылку, либо что-нибудь стеклянное, да, очень тяжело выполненное физически, то фон заменится, ну, просто великолепно. И более того, предметы впишутся тоже изумительно. Ну и раз уж речь зашла про постобработку, так или иначе, я не могу отметить весьма нестандартное фото, которое я также нашел на просторах интернета. Когда модель снимают на однородном фоне, но часть головы стирают, получается весьма интересный эффект. Будто бы человек состоит из воска, если хотите. Делается это все очень и очень просто. Берем фото на однородном фоне. Если подобного нет, то можно заменить фон у фотографии. Для этого я воспользуюсь фотомастером, конечно же. Перейдем в инструменты, замена фона. Далее делаю все по инструкции. Зеленой кистью выделяю объект, красный, фон. Далее уточняю края, правлю всякие мелочи, недостатки и вуаля, готово. Теперь же беру штамп и легким движением кисти рисую своего рода потеки. И да, художник из меня так себе, но на мой взгляд получилось неплохо. Еще немного потренироваться и вовсе будет сложно отличить от оригинала. И к слову, фотомастер может не только фон заменить да часть головы стереть. Конечно же нет. Здесь вам и готовые пресеты, и творческие фильтры, и базовая обработка, интеграция искусственного интеллекта тоже есть. Ну а если вдруг по каким-то причинам вам не хватит стандартного функционала, да, из коробки, вы сможете с легкостью расширить его. Ведь внутри данного ПО есть свой магазин расширений. Там есть дополнительные возможности по восстановлению старых снимков, либо возможность сделать из вашего фото календарь. Ну и из плюсов можно отметить, что это крайне простой софт, который при установке не захламляет компьютер. На интерфейс полностью на русском языке. В общем, переходите по ссылке в описании и устанавливайте фотомастер. А после тестового периода в 5 дней у вас появится возможность приобрести полную версию со скидкой целых 60%. В общем, прыгайте по ссылке в описании, ознакомливайтесь, а мы идем дальше. И теперь немного поговорим о натурной съемке. Все-таки потому как четырьмя стенами ограничиваться не хочется. Нужно же иногда из дома выходить, правильно? Если вы хотите достичь креативных снимков без должных затрат и усилий, можете взять бабушкино зеркало. Только аккуратно, не разбейте. Можете попробовать перекрыть часть тела зеркалом. Зачастую такие снимки выглядят весьма загадочно и интересно. Буквально потому, что мы не привыкли видеть зеркало на улице. И закрывать тело зеркалом не единственный вариант, конечно же. Вы также можете поиграть с контрастами. Например, поставив зеркало, либо небольшое зеркальце в песок на пляже, сделав снимок на фоне неба, к примеру. В общем, идей моря главное пробовать. Ну и напоследок, давайте поговорим не столько об идеях для снимков, сколько про оборудование. В наше время на рынке существует огромное количество различной техники. Камер, объективов, световых источников и так далее. Но я наткнулся вот на какой лайфхак. Вы можете взять айфон, либо любой другой смартфон, картонный стаканчик, вырезать дырку на дне, и на листе бумаги вырезать любую форму. Звезду, сердечко, бабочку, доллар, что угодно. Таким образом у вас получится авторский световой рисунок. И более того, если очень хочется использовать цветной свет, а у вас нет RGB лампы, либо светофильтров, вы можете отрезать кулачок канцелярской папки. Да, звучит отчасти колхозненько. Но белый источник света действительно станет цветным, и вы сможете реализовать еще большее количество различных креативных идей. Пробуйте, я в свое время так цветной фон, собственно, в роликах и делал. Помогало. Ну а на этом сегодня все. Если вы знаете еще какие-то креативные идеи для фотографий, обязательно пишите в комментарии, ибо простые идеи подходят к концу. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеоролики. А с вами был Виктор, не прощаюсь, еще увидимся.